В данном видеоролике я хотел бы вам рассказать настоящую историю Армении, Азербайджана, а также Каспийского и Аральских морей. Во-первых, на прошлый видеоролик я получил большое количество претензий о том, что якобы я не упомянул старую карту, которая находится на Колизее, где написано Армения. Эта карта действительно существует, но еще 100, 200, 300 лет назад Каспийское море и Аральское были совсем другими, а 400 лет назад они были вместе и карта не может быть верна. Эта карта положена на современный вид, в котором он есть, но еще несколько сотен лет назад Каспийское и Аральское море были вместе и Кавказ был совсем другим. На спутниковых снимках вы можете увидеть, как Аральское море постепенно высыхает. И ни для кого не секрет, что на дне Аральского моря нашли несколько городов. Также существует большое количество карт, которые показывают, что Каспийское и Аральское море были вместе. Карта, которая находится на Колизее, это карта современного мира. Государство Армения независимое существует до нашей эры. Затем государство Армения подчиняется Римской республике, впоследствии его полностью захватывает Римская империя до нашей эры. Римская республика существовала до 27 года до нашей эры. Затем ее правоприемником стала Римская империя, существовавшая до 476 года. Затем с 395 до 1453 года существовала Восточная римская империя, Византия. Но ее территорией захватила Османская империя, существовавшая с 1299 года по 1922 год. Также стоит отметить, что было государство Сальджукидов. До этого государства была, как я уже сказал, Византия, Римская империя, Газневицкое государство, нынешний Афганистан, Буиды, впоследствии Персия и Иран, и Салариды, династия иранского происхождения из Азербайджана. Когда Османская империя начала рассыпаться, из нее появилось большое количество государств, таких как Администрация Западной Армении. Таким образом, полунезависимое государство Армения появляется лишь в 1915 году. После того, как русские войска покинули Администрацию Западной Армении, это государство превратилось в Закавказскую Демократическую Федеративную Республику, объединенную вместе с Грузией и Азербайджаном. Это государство просуществовало менее одного месяца и рассыпалось на Грузию, Армению, Азербайджан и отдало свои территории Турции. Поэтому на старых картах мы нигде не найдем независимые государства Армении, либо независимые государства Азербайджан. Османская империя переименовывает область Армении в Туркоманию. Иран и Азербайджан существуют как равные между собой области в Персии. Такие города, как Ереван, Нахичевань и Карабах находятся в области правления Ирана и Азербайджана. На карте 1705 года французский картограф идеально прорисовал все области. Данную карту я приводил в прошлом видео и меня за нее несколько раз упрекнули. Те, кто сказали, что стоит большая буква А с точкой, это значит здесь Армения, немножко неправы. Это город Ардис, точка. А называется этот региор А-З-И-Е, Азия. Здесь не упоминается Армении. Персидские области по-прежнему подписаны. Иран и Азербайджан. На более поздних картах область Туркомании снова подписывают Армении. Такие города, как Еревань, Баку, Дербент, Нахичевань, Карабах, а также гора Арарат находятся под управлением Ирана и Азербайджана. На сегодняшний день существует большое количество карт, которые подтверждают ту информацию, которую я сейчас говорю. На карте 1847 года показаны такие государства, как Турция и Персия. Азербайджан освобожден от влияния Персии и выступает независимым государством. Также стоит отметить, что Азербайджан выступает владельцем не только таких городов, как Баку и Шеки, а также Ереван находится его в подчинении и горы Арарат. В книге от 1862 года «Персия, Античная и Новая» на странице 21 вы можете найти упоминание Азербайджана. Раньше он назывался Атропотена. Атропотена, в свою очередь, на сирийском звучит как Азербайджан. На арабском языке, если копировать название Атропотены и перенести в Google переводчик, переведет как Азербайджан. В старых книгах мы можем также найти, что такое Атропотена. Атропотена – это тот же Адербайджан. Азербайджан также выступает в роли Адербайджана. Что же касается официальной истории, то древние цивилизации, такие как Мана, Ситя, Атропотин, Кавказская Албания, были обнаружены на территории Азербайджана с первого тысячелетия до н.э. Также официальная история говорит, что Азербайджан был переименован на протяжении нескольких веков в Андропатику и Этропотеан. Если кто-то считает, что я воспользовался русской историей, я вас огорчу. Это арабская история. Переведена на русский язык с помощью Google Translate. История персов также говорит, что Азербайджан имел несколько похожих с собой названия. Атропотан, Адербайджан, Азербайджан, Азербайджан. Огорчу многих. Это также не является русской историей, а переведено с помощью Google Translate. Также не могу не сказать, что в 643 году Атропотокан, то есть Азербайджан, как утверждает официальная история, имел на своей территории горы Арарат. Что же касаемо греческой истории, Азербайджан, то есть бывший Аран, искажение древнего названия, Азербайджан, Азеричан и прочее, такие же, как и Атропотокан, Атропотения. Для многих это окажется удивительным, но эта статья была переведена из греческого языка. Что касаемо внешней истории Португалии, Азербайджан также упоминается как Атропотен. Статья также переведена с португальского языка. В данном видеоролике я вам зачитал лишь официальные источники и официально признанные мировые карты. Карта, которая находится на Колизее в Риме, не имеет ничего общего с тем, каким была наша планета минимум 500 лет назад. Я уже не говорю о 2000 лет. Субтитры создавал DimaTorzok